МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Альфия Иремеева. И вот о чем расскажем в ближайшие полчаса. Понять и простить члены сберкома через газету извинились за обман на выборах в Горсовет. Наедине с агрессией. Я стараюсь в толпе посерединке зайти, чтобы все-таки все равно были люди. Не потому что страшно, а с ученым, что меня нападут сзади. В Красноярске перестали отлавливать собак. Истек срок договора. Как город будет справляться с бродячей угрозой на протяжении месяца? Новая серия проекта «Красноярск без путеводителя». А это первый и единственный красноярский памятник, появившийся по результатам народного голосования. В этот раз Денис Денисов расскажет о памятниках города эпохи нулевых. Первые новогодние подарки получили медведи из Роева ручья. Каким презентом можно угодить косолапому? Члены избирательной комиссии извинились перед красноярцами за фальсификации во время выборов в Горсовет. Сделали они это через муниципальную газету, опубликовав текст покаяния скромно на последней странице. Там, где находятся сканворды, головоломки и списки неблагоприятных дней месяца. Приводим текст обращения целиком. Мы, Попованова, Прошкина, Ахаян, члены участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 384 Красноярска, на выборах депутатов Красноярского городского совета депутатов 9 сентября 2018 года совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом Российской Федерации. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями. Как оказалось, эти люди подделали 8 заявлений о досрочном голосовании, а затем еще и проголосовали от лица 32 избирателей. Они своей рукой ставили подписи и вписывали паспортные данные, взятые из головы. Скрылся обман, когда избиратели пришли на участок и обнаружили свои фамилии в списке проголосовавших. Следователи возбудили уголовные дела в отношении трех членов избирательной комиссии. Время на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии номер 384. Все они обвиняются в фальсификации итогов голосования. В ходе следствия, с учетом предъявленных доказательств, в частности судебно-почерковических экспертиз, обвиняемые вину в совершенном преступлении признали. Правда, как подозревают эксперты, в избирательных кругах публичное покаяние сделано из прагматичных соображений. Оно поможет членам избиркома избежать строгого наказания. Если суд увидит, что они извинились, участники дела могут отделаться просто штрафом. Красноярцы усомнились, что гаубицу с Караульной горы увезли на ремонт. Независимые источники в сети утверждают, разрешительных документов на стрельбу из крупнокалиберного орудия нет. Происхождение снарядов тоже вызывает вопросы, были ли они на учете, неясно. Якобы их могли привезти из Каменки, где летом взорвался склад с боеприпасами. И чтобы избежать объяснений с надзорными органами, пушку под предлогом ремонта демонтировали. Однако в мэрии настаивают, орудие просто обследуют. Администрация только предоставила место под гаубицу. Само орудие на балансе СФО, а значит и на вопросы журналистов должны отвечать они. В университете в свою очередь парируют боеприпасы, документы, разрешения и сроки зоны ответственности мэрии. В Красноярске перестали отлавливать бездомных собак. Это при том, что случаев агрессии со стороны уличных животных меньше не становится. Накануне стая напала на женщину в студгородке, ей прокусили ногу. Тем временем в некоторых регионах страны от отлова отказываются принципиально из-за неэффективности. Что ждет наш город в сюжете Дениса Козлова? Я стараюсь в толпе посерединке зайти, чтобы в сады их сторон были люди. Не потому что страшно. Ощущение, что на меня нападут сзади. Бояться нападений Наталья начала со вчерашнего дня. Именно тогда она не дошла до остановки буквально сотню метров. Женщина рассказывает, идти пришлось мимо местной стаи собак. Одна из них напала сзади и укусила ее за ногу. Наталья уверяет, повода не давала, да и обычно собаки были мирные. Теперь ходить в одиночку и без газового баллончика боится. Больно мне было. Я пока дошла до скамейки, до СВУ, где находится центральный вход, то есть там уже эта вот луза крови, так сказать, на моем навеснин она была в разы больше. Я купила форсаж, спрей, потому что страшные действия не воспользовались. Я хожу сейчас с подругой и много по другому пути. Но собаки там тоже есть. То есть как бы ты ни обрели, ну, не обойдешь собак. Долго искать бродячих собак нам здесь не пришлось. Как видим, на местных они практически никак не реагируют. Проверим, как они себя будут вести, когда рядом появится незнакомый человек. То есть я. Ну, пожелаем мне удачи. То ли солнышко на них так действует, то ли то, что собаки сытые, как видим, одна что-то грызет. Но никакой агрессии мы не наблюдаем. Но жалобы жителей Академгородка и окрестностей на нападение псов говорят об обратном. Агрессивных животных много. Город борется при помощи отлова. Собак стилиризуют, чипируют, прививают. Это хоть как-то помогает обезопасить людей от дворняк. Но оказалось, что заниматься отловом подрядчик прекратил с 15 декабря. Деньги за услуги, которые выделяли власти на этот год, кончились. Чиновники говорят, бездействие незаконное. Подрядчик уверяет в обратном. Я, кстати, начала писать им письма с начала декабря о том, что ребятам нужно что-то делать, потому что 25-го числа, если мы отлоим 25-го числа собаку, то выпускаться она будет 4-го января. Вот так посчитать логически, да? Там, по-моему, 4-го или 5-го января. А это уже деньги следующего года, то есть нам не платят. В этом году на отлов власти потратили почти 10 миллионов рублей. Сколько выделят следующим, непонятно. С нового года уничтожать даже агрессивных псов будет нельзя. Нужно будет по жизни содержать их в приюте. От такой практики уже планируют отказаться в Якутске. Слишком затратно для бюджета, да и толку мало. У нас же пока официально бросать отлов не будут. Но точные даты, когда примутся за него вновь, чиновники назвать не могут. Это напрямую полномочия края. И каждый год они делегировались вместе с суммами из краевого бюджета. Соответственно, муниципалитету давалось такое задание, да, осуществлять эту работу. Сейчас на краевом уровне готовятся документы. И когда нам будут переданы эти полномочия или средства, соответственно, будет проведена вся остальная работа. Точных чисел пока нет? Ну, нет. И такая ситуация, по словам чиновников, абсолютно обычная. Тем не менее, они уверяют, в январе по-быстрому проведут аукционные процедуры. Но, скорее всего, как минимум на месяц красноярцы останутся с бездомными собаками один на один. Денис Козлов, Владимир Фетисов, Седьмой канал. Обычной бытовой неопрятностью назвал мэр Сергей Еремин состояние ледовых городков в Красноярске. Свои замечания он высказал на совещании с городскими службами. По мнению Еремина, работы ведут неэстетично, везде горы ледяного мусора и в целом небезопасно. Больше всего досталось скверу космонавтов и скверу на Чернышевского. Чернышевского. Конечно, вообще не очень понимаю. Горка с контрфоном. Без принудительной дополнительной тяги с горки не спустишься. Монавтов у нас. Еще ничего не доделано. Ребятишки уже вовсю гоняют. Прошоркали. По-моему, уже даже брусчатку претерли. Мэр попросил исправить ситуацию как можно скорее, но, например, в сквере на Чернышевского до окончания работ еще далеко. Городок заработает только в понедельник. Рещики по льду заканчивают оформление фигур, а горка, которую критиковал Еремин, еще не готова для катания. А вот в сквере на космонавтов сегодня уже никаких ледяных гор с мусором и некрасивых видов. Там почти все готово к празднику. Откроют городок на выходных. Гостей будут встречать герои современных мультфильмов и советской классики. А на каникулах, как рассказал бригадир, за ледяными фигурами будут следить дежурные. Их задача смотреть, чтобы скульптуры были целыми, а горки безопасными. Мы делаем так, чтобы они не пострадали. Мы замазываем, мы все подготавливаем. То бишь, чтобы их ни теплом постаралось не побить, ни ветром не продуть. Мы стараемся делать так, чтобы они чем больше, тем лучше отстояли. Ну а чтобы красноярцы могли благополучно добраться домой с городских елок, власти планируют увеличить количество автобусов. Так, 25 декабря, в день открытия главной елки, общественный транспорт через Татышев станет ходить чаще. То же самое ждут горожан и 31 декабря с 23.00 до 3.30 утра будут ходить 14 маршрутов из разных районов города. Интервал 30 минут. В праздничную неделю с 1 по 8 января городской транспорт начнет курсировать по расписанию выходного дня. Исключение рождественская ночь с 6 на 7 января власти пустят 4 бесплатных маршрута от храма Рождества Христова и один от Свято-Успенского монастыря. А полицейские развернули охоту на тех, кто рубит елки без разрешения. На объездах в город дежурят патрули и проверяют машины. Если водитель купил дерево, но бумаг, подтверждающих легальную вырубку, у него нет, его оштрафуют. Из лица отдаст от 3 до 4 тысяч рублей, должностное от 20 до 40 тысяч. А вот юридические лица, которые будут привозить еле нелегально, заплатят от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб будет причинен значительный, то нарушителю грозит уголовный вход до уголовной ответственности. Все изъятые деревья передадут водилы полиции. По закону рубить их могут только специализированные организации и лесничьи. И только в тех случаях, если рубка не навредит лесопосадкам. Красноярцам напоминают, в городе заработали елочные базары. Там можно приобрести живую ель легально. Да и обойдется она в два раза дешевле, чем штраф за незаконную рубку. Метровое дерево на базаре стоит около тысячи рублей. Зато, приобретая такую елку, покупатель получает чек с подтверждением, что она куплена законно. Дело солдата-срочника Рамиля Шамсудинова, который застрелил 8 человек, передали в военный суд. По делу молодой человек проходит потерпевшим. Об этом рассказал его адвокат. По словам юриста, защита смогла доказать, что в части над Рамилем и еще несколькими сослуживцами регулярно издевались. Обвиняемым проходит другой солдат, кто именно следствие не раскрывает. О других новостях в двух словах расскажем далее. Красноярка получила штраф за то, что прокатила маленького ребенка за рулем. Видео женщина выложила в Инстаграм с подписью «Сына учит меня водить». Горожане в соцсетях возмутились таким роликом и обратились в полицию. Сотрудники нашли горе-водительницу и выписали 3000 рублей штрафа за нарушение правил перевозки детей. Мама пообещала больше так не делать. Жители Академгородка сами ремонтируют обветшалую лестницу в микрорайоне. По словам местных, она не находится на чьем-либо балансе. При этом по ней ходят в библиотеку и музыкальную школу. На кадрах видно, что на некоторых ступенях установили противогололедные покрытия. Сейчас активисты собирают деньги на дальнейшее восстановление. Им нужно 12 тысяч. Красноярец катается по городу с елкой на крыше машины. Так молодой человек решил подарить новогоднее настроение. Главный символ он украсил сине-зеленой гирляндой, ролик сейчас бурно обсуждают в сети. Одни говорят, что за такое могут лишить прав, поскольку это спецсигнал. Другие восхищаются изобретательностью водителя и благодарят за праздничную атмосферу. Из бара в центре города подростки украли дорогие куртки. Камеры видеонаблюдения засняли преступления. Позже полицейские установили личности подозреваемых и маршрут их передвижения по банковским картам, которыми они расплачивались в течение ночи. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Ущерб от преступления составил больше полусотни тысяч рублей. Мы вернемся через полторы минуты и расскажем о самых забавных и ироничных памятниках Красноярска. Обязательно дождитесь. Для каждого из нас важны мечты. Они ведут нас вперед. Вдохновляют преодолевать трудности. Мы с гордостью смотрим назад. Потому что успехи прошлых лет вселяют в нас уверенность. Мы многого достигли. А теперь настало время загадывать новые желания. Седьмой канал. Время загадывать желания. А теперь новая серия проекта «Красноярск без путеводителя». Сегодня Денис Дизисов решил не привязываться к одному месту. Он прогулялся и узнал много нового о скульптурах эпохи нулевых. Забавных, ироничных, а порой и малозаметных. Смотрим. Как-то так исторически сложилось в российских городах, что самыми узнаваемыми становятся либо очень трагические, либо очень серьезные скульптуры и памятники. Но в Красноярске беззаботные нулевые годы в этот вид искусства привнесли шуточку иронии. Стиль всему городу, конечно же, задал Андрей Поздеев. И скульптура появилась как раз в 2000 году. И с тех пор этот сквер, кроме как Поздеевским, никто иначе не называет. И несмотря на то, что это великий сибирский художник, он почти одного роста с остальными горожанами. И о близости к народу говорит и наполированный нос художника. Горожане трут его на удачу. И эту привычку перенесли практически на все остальные скульптуры Красноярска. А это первый и единственный красноярский памятник, появившийся по результатам народного голосования. Как видите, свою любовь горожане до сих пор демонстрируют, приодев музыканта к зиме. Конкуренты, между прочим, ему были серьезные. Рыгвисты, хоккеисты и даже суслик с острова Татышев. Но увековече все-таки решили славу Глюка, лидера культовой красноярской группы нашествия кактусов. Об этом напоминает, собственно, кактус в его чехле, а также кошка и светофор. Отсылки на самые популярные его песни. Скульптурная композиция «Мужчина с собачкой». В народе гораздо более известная, как просто дядя Вася-пьяница. Посыл очень прозрачный о вреде чрезмерных алкогольных возлияний. На улице Декабристов он появился в 2005 году вместе с благоустройством. И стоит обратить внимание, что взгляд персонажа направлен на тогда еще работавшие песочные часы, что напоминает о бездарно потраченном времени. Вылазит как-то опытный сантехник из канализационного люка и говорит своему молодому напарнику «Учись, сынок, а то так и будешь мне всю жизнь ключи подавать». Скульптура «Дядя Яша и стажер» намеренно отсылает к этому бородатому анекдоту, для того, чтобы стать чуть народнее. Он установлен в честь 90-летия Красноярского водоканала. А еще это официально самый забавный памятник России 2005 года по версии Всероссийского краеведческого конкурса. Не забыли у нас и о представителях более современных профессий. Например, это изваяние в честь тех, кто делает наш мир красивее. Для дизайнеров-полиграфистов. Смого работника, конечно, на месте нет, но зато стол во всех подробностях. Непременная кружка с кофе. Говорят, это топливо для всех дизайнеров. И еще примечательно, что скульптуру открывали ровно в 10 часов 10 минут. По статистике, это среднее время, когда все дизайнеры в мире просыпаются. Ну и последняя на сегодня скульптура примечательна тем, что она очень непримечательна. Муза Тера Психора прячется буквально у всех на виду. Этот дом стоит на улице Михаила Годенко. И говорят, что именно из-за личного уважения к легендарному красноярскому хореографу застройщик и решил установить здесь покровительницу танцев. Каждого второго красноярца вынуждают платить за новогодний корпоратив. Это показал опрос на портале зарплата.ру. Заплатить за праздник с коллегами придется от 1 до 5 тысяч рублей. Тем не менее, 73% горожан идут на это. Большинство будут праздновать в кафе и ресторанах. 18% организуют торжество на рабочем месте. Не так популярны выездные корпоративы. 13% коллективов отметят Новый год на базе отдыха. 7% снимут загородный дом. А вот 23% красноярцев вообще не пойдут на корпоратив, потому что не хотят тратиться и проводить свободное время с коллегами и начальством. Идем дальше. Белые медведи из красноярского зоопарка получили новогодние подарки. Сегодня Дед Мороз вручил косолапым по мешку с сеном. Для них это лучшая игрушка, ведь она легкая, мягкая и дешевая. Больше всего подарок пришелся по душе медведицы Урсули. Животное так радовалось и резвилось с подарком, что пользователи в соцсетях даже сравнили взрослую медведицу с домашним котенком. В руководстве парка говорят, до Нового года свой подарок получит каждый обитатель. Мероприятие называется обогащением среды обитания животных. Проводим каждому животному такое мероприятие. У каждого животного присутствует определенный набор инструментов, либо игрушек. Это нужно для того, чтобы животное не скучало. Здравствуйте, меня зовут Чайкин Дмитрий Александрович. Я врач-хирург и кандидат медицинских наук. Сегодня со мной в студии Оксана Александровна Нагорная, прекрасный лор-врач. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о храпе. Дело в том, что даже ко мне часто обращаются пациенты и задают вопрос. Мой муж храпит, это мешает мне спать. Я, как лор-врач, выделила такие три топ-причины, которые, я считаю, действительно являются причиной храпа. Первая – это избыточная масса тела, это курение и употребление алкоголя перед сном. То есть это вот все в одну категорию. Если это есть, то нужно решать вот эти все три проблемы. Вторая проблема, которую часто не то что недооценивают, ее вообще даже не замечают – это проблема прикуса. И я специально вот взяла с собой реквизит. Сейчас я вам покажу. Это модель прикуса, которая называется ретро-гноте. То есть, в принципе, смыкание всех зубов присутствует, но если присмотреться внимательно, то верхняя челюсть, она закрывает нижнюю практически полностью. И в таком положении… Замеправим. Замеправим челюсть, вот смотрите, выдвигается вперед, да, прямо на полсантиметра. Это огромное, скажем, расстояние для глотки. И вот если эти полсантиметра мы украли у размеров глотки, да, у глоточного кольца, то пациент вот в зоне риска по храпу. Ну, то есть даже в 99,9% это точно он храпит. И третья причина – это различные заболевания хронические или дисфункции, например. Можем мы как-то профилактировать возникновение храпа? Вообще, да. Есть очень хорошая гимнастика для мышц глотки, потому что какой бы из трех причин храпа у вас не было, если вы займетесь укреплением мышц глотки, то степень храпа однозначно уменьшится. Смотрите, это займет у вас 10 минут перед сном. Записывайте. Первое упражнение. Вам нужно максимально высунуть язык вперед. Прямо вот сильно, то есть полностью высунули вперед до подбородка. Если хотите, покажите. И удерживать язык в таком положении в течение 30 секунд. Второе упражнение тоже на статику. Подходов примерно 3-5. Второе упражнение – это удерживаем палочку или карандашик между челюстей. То есть вот здесь мы тоже, когда мы его удерживаем, вы поймете, что у вас нижняя челюсть как раз выдвигается вперед. Вот это действие этой мышцы. Вы ее расслабляете и укрепляете одновременно. Тоже 3 подхода. Дальше необходимо кончиком языка прямо на мягкое небо давить. Что такое мягкое небо? Ведете языком по твердому небу, упираетесь во что-то мягкое. Вот это есть на самом верху. Упираетесь туда и тоже удерживаете язык 30 секунд. Если вы попробуете, это прям нелегко, вот именно в таком положении подержать язык. Но 30 секунд потом будете нарастать тоже где-то в 3 подхода. Вот. Просто подвигать челюсть вперед-назад тоже является упражнением. Вот. И в общей сложности это 8-10 минут перед сном. Достаточно 3 месяцев, чтобы хорошо укрепить мышцы. Вам этого хватит на какое-то время, потом, соответственно, повторить. Спасибо. Мы поняли, что храп – это иногда бывает прям серьезной проблемой. Что главное – это правильная диагностика, потому что причины бывают разные. Главное понять, да, какая у вас причина. Да. Ну и также мы поняли, что мы можем с этим работать, мы можем это вылечить. Совершенно верно. Берегите свое здоровье, обратитесь к врачу и задавайте нам свои вопросы. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок